Сегодня телефон это не только с близкими, но и связи со всем миром. И вот будто подтверждение тому наш мост, который перебрасываем прямо сейчас из Минска на Мальту, где сегодня состоялся финал детского Евровидения. Чтобы вы смогли узнать об этом первыми, наш культурный обозреватель Нин Можейко, кажется, задействовала все доступные ей профессиональные и личные гаджеты. И вот мы уже получаем картинку. Итак, детское Евровидение, самые яркие эпизоды финала. И, конечно же, результаты у Нины Можейко прямо сейчас. Мы же прощаемся до следующего воскресенья. Спасибо, что вы с нами. И передаем слово нашему человеку на Мальте. Уверена, все с замиранием сердца, вся Беларусь следила за событиями на Мальте. Интригу держали, надо сказать, до последнего. И это тот самый случай, когда все решила именно детская жюри. По итогам их голосования девочка из Грузии набрала 239 баллов. Мариэм Мамадашвили, 10-летняя грузинская певица, стала триумфатором детского конкурса песни Евровидения 2016. Ну а белорусские конкурсанты шоу «Балет Сенсация» заняли почетное седьмое место, набрав 177 баллов. И это несмотря на то, что на протяжении всей Евронедели Саша был одним из фаворитов, надо сказать. Ну а подробности той самой Евронедели, какой она была, в следующем сюжете, в моем сюжете с Мальта. Валетта, Мальта белорусских артистов встречают как триумфаторов еще по прилету. В гостинице почти светский раут. Хоть и все делегации в дорожной одежде. В вспышке фотокамер все ищут удачный ракурс для фото. А вечером компактная валета показалась белорусскому делегату с рабочей стороны. Пока педагог по вокалу и артист ждали назначенного часа, тренируются прямо на улице. Слова Евровизионного гимна общей конкурсной песни учил накануне вечером. Сольный фрагмент песни под контролем у режиссера звукозаписи. К слову, в прошлом представителям Мальты на взрослом Евровидении. Это песня первого впечатления, поэтому ей особое внимание. Несмотря на часовой лимит, индивидуальная запись переросла в индивидуальную импровизацию. Автор музыки и песни слогана «Embrace» известны не только на Мальте композитор Элтон Зарп. Именно его песня принесла победу Мальте в 2013-м. Как сделать хит? Да нет никаких секретов. Когда ты работаешь, не задумываешься о том, будет эта песня популярна или нет. Важно не это. Работа певца и композитора должны быть синхронными. Хорошая идея плюс талант всегда дадут хороший результат. В церемонии открытия Евронедели с традиционной красной ковровой дорожкой прошла в формате первого интервью. К слову, камеры конкурсантов из 17 стран сопровождали повсюду. Даже на экскурсии по валете операторы снимали не только панорамы города, но и эмоции детей. Юные артисты к появлению в кадре уже успели привыкнуть, поэтому съемки и визитки по ходу экскурсии восприняли с энтузиазмом. Тем более в качестве съемочной площадки коллеги с мальтийского телевидения выбрали дворец великого магистра или президентский. Валетта, которая уже успела прослась городом-памятником, будущая культурная столица Европы 2018 года, конкурсантов на самом деле принимает не в первый, а во второй раз. Несмотря на то, что два года назад конкурс проходил на Мальте в Марсе, именно валетта принимала делегатов как постояльцев. Мальта очень красивая страна, и у меня спрашивали вопрос на красной дорожке, что ты будешь рассказывать о Мальте. Я сказала, что это именно та страна, которую надо посмотреть, которую надо приезжать и что-то любоваться ней реально. Аутентики валете не занимать. К слову, главная конкурсная сцена находится в здании 16 века. Нынешнее название – Средиземноморский конференцентр. Архаичное – Святой Лазарет. Зона для делегаций – средневековая локация рыцарского лазарета. Здесь находилась самая просторная палата Европы. Ее длина – 155 метров. Благо, белорусская делегация преодолевает этот путь не пешком, а на гироскутерах, как у Саши и его команды, включая оператора. Это момент экономии времени для журналистов. Весь валета-холл в распоряжении делегаций. Здесь не только диванная зона отдыха, но и вся инфраструктура. Отдельные номера делегаций – гримерки павильонного типа. Характером придает оформление от себя. Многие импровизируют. Кроме того, здесь комната для макияжа с профессиональными визажистами, раздевалка, техническое помещение для настройки ушных мониторов. С ними участники выходят на сцену, чтобы держаться абсолютно автономно. Первая индивидуальная репетиция белорусских артистов прошла под надзором не только педагогов, но и всей технической команды конкурса. В этом году сценическое решение максимально гибкое. Сама форма площадки имеет плавные линии. Вместимость репаблик-хола – 950 мест, плюс 280 на танцполе. Этот факт никак не влияет на телевизионную картинку. Она получилась объемной. По периметру студии 14 камер, включая стадикам, телегу, телескоп. Мы ценим труд конкурсантов. Они прилагают огромные усилия для того, чтобы выступить на этой сцене. И в свою очередь наша команда пытается показать номер с лучших ракурсов. То, что касается Саши, то нам не нужно было ничего изобретать. Достаточно было показать один крупный план. Залпы СО2 расставили акценты в номере. Из дополнительных эффектов просили еще и холодную пиротехнику. Но от нее отказались в пользу исторической значимости здания. Было на самом деле, мне очень комфортно, было очень круто. Потому что тебя все так, ну как сказать, любят как бы это. И они тебе помогают, к тебе подходят каждый раз. Что тебе сделать, не знаю. Может быть, мониторы погромче, может быть, что-то потише. А еще не просто рассказали, но подсказали и даже показали. Один из хедлайнеров команды организаторов шоу Гордон Банелло в роль участника вживался даже слишком хорошо. Наш главный приоритет – это дети. Хотя мы делаем все, чтобы конкурс был интересен и для взрослых. Это настоящее шоу по законам детской сказки, с учетом серьезных технологий. А за пределами сцены внимание к ребятам было приковано из-за их реквизита – гироскутеров. Дети пробовали встать на него не без помощи взрослых. Внимание к сегвеям не утихало и в отеле. Ребята рассекали по коридорам вдоль номеров, демонстрируя сноровку. Кстати, своим транспортным средством дали даже имена. У меня просто все начали придумывать клички в гироскутерном своем. И меня спрашивали, как твой гироскутер зовут? Ну, я решила как-то так. Ну, и назвать его Роберто. Просто так. Мой гироскутер зовут Тамара Томочка. Потому что мы с Тамарой ходим парой. Ну, не знаю, эта идея мне пришла тоже как-то спонтанно. Но это не кличка гироскутера. Это его настоящее имя. Вечеринки до утра – это не в духе детского Евровидения. Время для неформального общения Евроклуб до девяти. Строго. Тайминг конкурсантов расписан по минутам. Тем не менее, это отличная возможность узнать друг друга ближе. Зажигательные танцы и разговоры не о Евровидении – уже не конкурсанты, а талантливые дети. Упражняются в английском. Или фотографируются на память в обнимку. И дело даже не в приемах детской дипломатии. В главном эфире Нина Можейко и Николай Рузавин. Мальта.